И сегодня вечером в 21 час в эфир выйдет праздничная программа, посвященная Дню рождения нашего телеканала. Кто был приглашен в Большую студию, о чем говорили, а также самые теплые поздравления с юбилеем в сюжете Бариат Убрынской. В Большой студии собираются участники праздничной записи. Здесь те, кто создают телевизионный продукт. Операторы, монтажеры, режиссеры, журналисты, телеведущие и многие другие. Гости программы – представители министерств и ведомств. А также те, кто когда-то работал на канале, но решил попробовать себя в другом деле. Ариц Батыровна – наш учитель. Вот я всегда говорю, если можно где-то на полях писать «учитель», вот я бы написала «Ариц Батыровна – наш учитель». Ариц Батыровна воспитала целое поколение телевизионщиков, журналистов, людей, которые занимаются в основном программным вещанием, художественным вещанием. Я просто с огромным удовольствием поздравляю всех с таким чудесным, молодым, красивым юбилеем. Удача, пусть удача будет всегда с вами, а «На мир» вместе с вами будем смотреть, продолжать с огромным удовольствием. Зрители телекомпании «РГВК» смотрят «На мир» вместе с нами уже 15 лет. Режиссер канала Елена Алиева за пультом монтажна. Ее голос слышат операторы большой студии. Сегодня она вспоминает свой первый день стажировки на канале. «Прошли как один день, потому что до сих пор помню, как я пришла, ничего не умея, ничего не зная, имея только высшее образование. И спасибо Гарону Магомедовичу, который дал нам шанс научиться чему-то, сначала редакторам, потом режиссерам». «Я желаю своим коллегам побольше творческих успехов, побольше вдохновения, ну и надеюсь, что мы из вот этого подросткового возраста перерастем в долгожителей». Многие гости в этой студии в прошлом сотрудники компании. Несмотря на то, что они уже давно работают в других коллективах, день рождения «РГВК» пропустить не могли, говорят они. «Я пришла поздравить свою семью, потому что я из числа тех людей, которые вышли с этой телекомпании, которая сегодня работает за пределами, но всегда остается преданной, дорожит теми людьми, с которыми общается, дружит по сей день. Я хочу вас поздравить, ребята, хочу поблагодарить за то, что вы всегда идете на встречу, поддерживаете. Не отворачивайтесь друг от друга. И хочу пожелать вам еще больших достижений, всегда движение вперед, движение вверх». «Я действительно выходец, если можно сказать, этих стен. Я здесь начинал, поэтому многих из журналистов этого канала знаю, люблю, ценю, уважаю как людей, уважаю как профессионал своего дела. Вы все молодцы, вы делаете замечательный продукт, но всегда есть к чему расти, всегда есть место для развития. Поэтому развивайтесь, растите и становитесь только лучше, лучше, лучше с каждым годом, с каждым днем и с каждым эфиром». Поздравить главный телеканал республики с днем рождения пришел и руководитель управления администрации, главы и правительства Дагестана по информационной политике. «Я поймал себя на мысли, что многие здесь сидящие, в общем-то, всю эту историю были рядом с вами, то ли в качестве зрителя, то ли в качестве участника каких-то программ, то ли в качестве людей, которые так или иначе способствовали становлению этой компании, этого славного коллектива». В честь юбилея министерства и ведомства наградили сотрудников телекомпании дипломами и грамотами. Практически в каждом выступлении приглашенные вспоминают тех, кто стоял у истоков канала. «Вы, самое главное, смогли вот те принципы, идеи, то, что было заложено, пронести, развивать, поднять. И вот сегодня можно говорить о том, что действительно РГВК – это тот магнит, который объединяет многих, вокруг которого мы все тоже работаем, сотрудничаем, взаимодействуем». «Мы благодарны сегодня РГВК за эту поддержку, которую оказывает сегодня здравоохранение республики. Сегодня министр просил, я продаю его теплые пожелания и от нашего коллектива, от коллектива Министерства здравоохранения и всей медицинской общественности. Хочу пожелать вам творческих успехов, самое главное – здоровья». Юбилейные мероприятия в честь 15-летия РГВК «Дагестан» продолжатся и на других площадках. Ну а записи этой праздничной программы наши зрители смогут увидеть уже сегодня в 21.00. Бария Кудрунская, Время новостей.